Выставочный зал музея Эрзи наполнен теми, кто вдохновляет на творчество, прививает любовь к искусству и наставляет. В этом году региональное отделение Международного союза педагогов-художников отмечает 10 лет со дня основания. Большая экспозиция демонстрирует талант и многогранность преподавателей вузов, колледжей, учителей, изобразительного искусства, детских художественных школ, домов детского творчества. Особенность этой выставки в том, что несмотря на то, что здесь и живописцы, и прикладники, обычно такой винегрет очень сложно организовать, упорядочить, но выставка получилась хорошей. Кроме самих авторов работ пришли и их ученики. Мастера уверены, юные художники должны видеть работы своих учителей на масштабных выставках, наблюдать за развитием преподавателей и вдохновляться. А наставники надеются, что ребята пополнят ряды педагогов и продолжат их дело. Эти выставки важны в первую очередь для самого педагога. Он должен показать, что он умеет. Когда учитель заходит в класс, у учеников всегда возникает, наверное, вопрос, а чему он может меня научить? И если педагог владеет живописным мастерством, если он действительно художник, творчески работает, он может детям все дать. А если он ничего не делает, чего он может научиться? Поэтому дети видят работу своих учителей, они гордятся своими учителями. Для юбилейной выставки художники подготовили более 350 работ. Живопись маслом, графика, керамика, мордовская вышивка, батик, роспись по дереву. Произведения, которые раскрывают самые разные темы. Союз педагогов-художников, который насчитывает 38 человек, позволил мастерам активнее развивать культуру Мордовии. Когда организовался Союз художников, у нас появился стимул. Мы ежегодно, Валерий Амбарцович, нам делает выставки, и мы обязаны выставиться. И это стимулирует, и мы творчески больше работаем. А больше работаем, это значит, нас видят не только родители и дети, а весь народ. Не зря работаем. И потом ведь учитель, прежде чем кого-то учить, сам что-то должен уметь. А что-то должен уметь не у себя где-то в подпыле держать, а вот показать людям. Ксения Бебинова, Евгений Фролкин. Наши новости.